Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем заготавливать на зиму клубнику путём заморозки. Если сделать это правильно, такая клубника будет как свежая круглый год. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте ещё больше вкусных рецептов и полезных кулинарных советов. Для замораживания нам понадобится сама клубника и немного сахара. В глубокую миску помещаем клубнику с чашелистиками. Заливаем её большим количеством воды комнатной температуры. Оставляем на 5 минут. Затем аккуратно промываем. Откидываем на дуршлаг. Даём воде стечь. А дальше высыпаем ягоды на бумажное полотенце. Разравниваем в один слой. И ждём, пока они полностью высохнут. Дальше зачищаем клубнику от чашелистиков. Заодно её сортируем. Спелые, но плотные плоды раскладываем по сухим небольшим контейнерам. Более спелые и примятые помещаем в отдельную ёмкость. Затем к мятой клубнике добавляем сахар. Из расчёта на 1 кг ягод 100 г сахара. И превращаем всё в однородное пюре с помощью погружного блендера. Теперь целую клубнику полностью заливаем приготовленным соком. Чтобы наполнить 3 контейнера объёмом по 500 мл каждый, мне понадобилось 800 г плотной клубники, которую я разложила целиком, и 600 г примятой клубники, из которой я сделала сок. Соответственно, сахара я взяла 60 г. Заполненные доверху контейнеры плотно закрываем крышками и отправляем на хранение в морозильную камеру. По мере надобности, достаём контейнер из морозилки и ставим размораживаться в холодильник. При комнатной температуре клубнику размораживать нежелательно. Теряются витамины и портится внешний вид. Я оставила контейнер с клубникой в холодильнике почти на сутки. Как видим, за это время сок полностью растаял. При этом ягоды сохранили форму и цвет. На вкус такая клубника, как свежая. Для тех, кто по каким-то причинам не употребляет сахар, его можно не добавлять. Просто залить целые ягоды соком. Но, как по мне, то с сахаром вкуснее. Повторно замораживать такую клубнику не стоит. Да и незачем. Несколько дней она прекрасно хранится в холодильнике. И, естественно, за это время съедается. Если вам понравился мой способ заморозки клубники на зиму, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.